А я приглашаю на эту сцену еще один дуэт, необычный дуэт. Аполлинари и Екатерина, прошу вас. Приветики. Так, тебе надо... Привет. Хе-хе-хей. Привет. Я Лунтик. Держи. Да, сейчас мы тебе машиной времени переместим тебя сюда. Раз. Ну что ж, какой интересный дуэт у вас. Прям Мадонна с младенцем. Не правда ли? Ну что, поехали? Я так понимаю, сейчас будет замечательная песня, которая называется «Колыбельная медведица». Друзья, Валдай, не слышим вас. Ушка снег, ночая. Ночь идет большая, что же ты, глупышка, спишь? Спят твои соседи белые медведи, спишь? Ты, скорей, малыш. Спят твои соседи белые медведи, спишь? Ты, скорей, малыш. Мы пьем ночи. Мы пьем ночи, как на прикончине, по седым шурупы моря. И всю ночь на свети, звездные медведи, спишь? Читает тайный коробля. И всю ночь на свети, звездные медведи, спишь? Читает тайный коробля. Дуэт Аполлинария и Екатерина. Первая песня. Ну что ж, Екатерина. Пармалдай аплодирует необыкновенному ветку. ПЕСНЯ 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 И тут, к сожалению, день рождения только лазит в гаду. К сожалению, день рождения только лазит в гаду. Ты висит в друблощебный каукол, металёс, и бесплатно покажет им дом. Вспомнажденье поддавить и на время оставить нам подалбиться и стремлют. А я играю на домочке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только лазит в гаду. К сожалению, день рождения только лазит в гаду. Снегут неуклюжь, пешеходный полушь, а нога пасхарду рекой. И не ясно похожий в этот день, а может, почему я весёлый такой. А я играю на колошке у прохожих на виду. К сожалению, день рождения только лазит в гаду. К сожалению, день рождения только лазит в гаду. Аполлинария и Екатерина. Вот они, вот они, браво, 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 браво. Ваши аплодисменты, друзья, так разве дают, делают аплодисменты. Это же дебют, ребята. Как сказал бы Сергей Лобанцев, которого сегодня почему-то нет, он у него врагов. Вы молодцы. Ну что ж, компетентное жюри. Алексей Хватский. Семья. Вы же семья? Да, мы молодцы. Она моя племянница. Классно. Надо практиковать. Представляешь, такой дуэт? Она будет расти. Раз, 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 раз. И в конце концов вы будете одинакового роста. Петь одинаковые песни. И будете здорово петь. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Алексей Хватский. Спасибо. Елена Мальцев. Ну, а я в свою очередь, конечно, хочу вам сделать предложение. Если у вас есть такое желание и возможность, приезжайте к нам на занятия в нашу школу-студию мюзикла. Имя меня. Имя тебя, конечно. Вот. Передайте маме, пожалуйста. Мама здесь? Да. Вот. Я вас жду, потому что у нас занятия как раз начинаются вам. Спасибо. Пожалуйста. Сколько вам лет, юная леди? Все три года, пять месяцев. Ой, ну уже пора, уже пора, конечно. У нас тут и в 2,8 уже тут привели ко мне на занятия. Уходим к вам, уходим к вам, уходим к вам, уходим к вам. Нормально, это как педагог. Вы не видели их, да? Уходим к вам, уходим к вам. У нас были такие случаи, когда у нас в передаче впервые встречались 3 артиста, сидели известных, которые с удивлением для себя узнавали у нас в передаче, что они, оказывается, снимаются в одном сериале уже 2 года. Да, да, такое бывает. Хорошо, при ближайшем рассмотрении пообщаемся. Значит, ну тогда встретимся на очередных занятиях. Спасибо огромное. Умнички, очень здорово, когда дети выступают на сцене, это всегда хорошо. Спасибо огромное за выступление. Спасибо. Елена Мальцева. Подождите, еще один компетентный журильщик у нас есть. Жур, да, компетентный. Мне тяжело сейчас помнить, чем я занимался в 4,5 года. Я могу тебя напомнить. Но если у нас такие звездочки уже, вот сейчас 4 года и 5 месяцев, то у нашей музыки большое будущее. Молодец. Спасибо. Евгений Смирнов. Ну что ж, а мы провожаем подборные продолжительные аплодисменты Аполлинарию и Екатерину. Спасибо. 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 Спасибо.